Я всех рад приветствовать, всех рад видеть, спасибо большое за предоставленную возможность выступить с такой непростой темой, как есть ли место хирургии в условиях эффективной лекарственной терапии. Ну, что хочется сказать, ну, по-прежнему хирургическое лечение – это необъявленный компонент лечения меланомы и используется уже для подтверждения диагноза, определения прогноза и лечения, и уже следует признать, как этапы лечения. А какие же новые позиции современности в эроразвитии лекарственной терапии появились? Ну, неоспоримый факт, который мы признаем уже все хирурги, что системная терапия улучшает результаты лечения в день метастатической меланомы. С эффективностью лекарственного лечения появляются новые показания и в то же время и противопоказания хирургического вмешательства. Опять же факт, что идеальная последовательность операции или лекарственной терапии еще не определена. И тот момент, когда будет действительно золотая середина использования комбинации операции и лекарственной терапии, мы пока не можем предсказать. Уже стоит признать, что действительно каждый пациент для нас индивидуален, и мы идем по пути индивидуализации лечения пациентов с меланомой. И факт, это конкретное лечение, зависит уже от стадии опухолепроцесса и геномного профиля меланомы. Эволюция хирургического мышления в эру развития лекарственной терапии. Мы ушли на минимизацию объема удаляемой ткани, как уже говорили, это край 2 см при R0 резекции. Это поиск пораженных лимфатических узлов, которые уже противопоставляют себя удалению, полномасштабному удалению, выполнению лимфоденоктомии. Частично уже отказ от программных перфузий конечности и расширение объемов лишь при ургентных состояниях пациента. Ну, что классно, действительно, мы ушли на минимизацию, подтвержденную множественными публикациями, международной публикацией, отечественных публикаций, что действительно экономные истечения, они показаны, они не ухудшают прогнозы пациента, они являются диагностическими манипуляциями, при этом достаточно четко могут спрогнозировать модель течения заболевания. Очевиден факт, что полезно осуществление сигнальных биопсий, сигнальных лимфатических узлов, но об этом уже достаточно было много сказано. Что неоспоримо, к сожалению, по-прежнему сохраняется ряд первичных меланом кожи, которые требуют многочисленных исчений. Ну и в данном случае, конечно, применение методик реконструктивно-пластической хирургии по-прежнему сохраняется как этап хирургического лечения. А также это те ургентные состояния, которые наблюдаются на фоне распада опухоли на очках, которые не поддаются лекарственной терапии, и очаг прогрессирует. Что уже не популярно, что уже не модно, как я сказал, это действительно широкое истечение. Вот видите, тут я все не устаю проводить данные Льва Вадимовича Демидова о целесообразности широких истечений. Мы видим, что действительно прогноз как таковой от более широкого истечения не меняется. Уже все заболевание является программой. Также спорный вопрос остается с проведением изолированной легионарной перфузии. Опять же, сугубо мое мнение, та литература, которая поднимается с учетом появления биопсии сигнальных лимфоузлов, но, наверное, многие бы те перфузии, которые мы рекомендовали, которые мы проводили, они бы были пересмотрены с учетом того, что сейчас рекомендовано при поражении таких сателлитных транспортных петостазов проведение биопсии сигнальных лимфоузлов и вообще оценивать бы эффективность таких локальных хирургических манипуляций. Один из таких же спорных вопросов, который не находит пока однозначную ясность, но на мой момент и на то, что я общаюсь со своими иностранными коллегами, итальянскими коллегами, это, естественно, проведение лимфодисекции. Ну вот, с учетом данных американского общества, всегда при позитивном лимфатическом узле надо указать спектр всех рисков, то, что мы не проводим масштабные лимфоденоктомии. Также американцы указывают на отсутствие общих преимуществ для завершения биопсии десерти лимфатических узлов. Это обязательно, и мы об этом все говорим. Но один момент из интересных, это всегда у пациентов выясняется способность и желание частого наблюдения, вплоть до доступности выполнения ультразвуковой диагностики. Ну вот какая эволюция в терапевтических вариантах? Без сомнения, применение ингибиторов БРАФ, МЕКУ, пациентов с меланомом БРАФ позитивно, имеет более высокую общую частоту ответа. Фактически она достигает 70%. Но и меньшую длительную реакцию из-за развития резистенции на эту терапию. Иммунные ингибиторы контрольных точек, нацеленные на ПД-1, CTL-4, либо в виде монотрепи, либо в комбинированном лечении, показали частоту ответов примерно от 40 до 60%. При этом, естественно, улучшая выживаемость без прогрессивных заболеваний и общую выживаемость. Но при этом момент, что всегда трудно выбрать пациентов, которые выиграют такую опцию, как операция в этих разделах. Ну вот еще одно исследование, последнее исследование, которое было представлено и на АСКО, что ингибиторы контрольных точек имеют улучшенные результаты, применение статической меланомы, однако медиа выживаемости без прогрессирования составляет, колеблется, точнее, на уровне 6-9-11-5 месяцев. Многие из тех, кто прогрессировал в данной группе, перешли к лекарственным лечению, включая и кирургическое вмешательство. Но вот группа 237 пациентов, 88% в четвертой стадии, 12% — это третья стадия признанная неоперативная, стадийность до начала проведения лечения, медианное наблюдение 23 месяца, и пациентов, у которых была проведена резекция изолированной прогрессирующей или отвечающей за очаг, имели более длительную медиану выживаемости, фактически 10-8 месяцев против 7-8 месяцев, где подобные манипуляции хирургические не выполняются. То есть пациент, отобленный для хирургического лечения, имеет более благоприятные выживаемости, особенно если они имели ответ на иммунотерапию и подвергаются полной цитредукции изолированного очага прогрессивной или очага, отвечающего за прогрессивный опухолевый процесс. Вот еще одно исследование, вторая фаза, где было отмечено, что при медианном наблюдении 5-летний медианин безрецидивной выживаемости составил 5 месяцев, так как медиана общей выживаемости составила 21 месяц. И общее выживаемость через 3-4 года составила 36 и 31 процентов соответственно. Опять же, пост АСКО показывает, что при олигопрогрессировании может быть выполнена резекция прогрессирующих поражений или прогрессирующих поражений. Операции уже проводятся такие в клинической практике, наш центр не является исключением. Я думаю, что в России немало таких центров. Но по-прежнему у нас мало доказательств в поддержку этого подхода. При этом отмечается, что возможность хирургического удаления всех очагов после системы лечения составляет порядка 75%, что лучше, чем сообщалось ранее. У пациентов с длительным частичным ответом на системную терапию резекция оставшихся поражений может способствовать получению полного ответа. Ну вот какие сами прогностические факторы для хирургической резекции в четвертой стадии. Но главное, наверное, это три. Это возможность достижения полной циторедукции, это количество участков метастазирования, и все-таки оценка времени удвоения опыта в массе. Если действительно течение на фоне лекарственной терапии является индолентным, вялотекущим, тогда, наверное, конечно, мы можем продолжить и такой объем, как циторедуктивная операция. Если же все-таки на фоне системной терапии наблюдается стремительное молниеносное течение заболевания, конечно, в данном случае ставить вряд ли стоит вопрос о проведении циторедуктивной операции, а тем более для удаления каких-то локальных прогрессирующих очагов. Ну и незначительным это время без признаков заболевания и предшествующих этапов лечения. Ну вот, приводим пример. Такой пациент от 52 лет, неизвестной первичной меланомой, неоперабельным метастазом в левоподносечной области, получал терапию ингибитором Бераф, биоморофинип, и через 3 месяца лечения ингибитора Бераф получил почти полный регресс опыта. Впоследствии пациенту выполнил лимфотектомию по поводу остаточной болезни. Что касается нашей практики, в настоящий момент мы провели свое исследование. Исследование коснулось порядка 24 пациентов, в которых была диагностически подтверждена первичная меланома кожи с поражением акселярных лимфатических узлов. И пациенты получили терапию в неодевантном режиме и пениво. Мы отметили, что до большинства пациентов отмечается выраженная регрессия, и такие пациенты были подверганы к последующему оперативному мешаюцу. В достаточно большом проценте случаев мы отметили полный патоморкоз лимфатических узлов по завершению оперативного мешаюца. Но стоит признать, что очевидный факт, что недостаточно проведения неодевантной терапии в последующей оперативном мешаюце без закрепления уже одевантной терапии. Те пациенты, которые не получили терапию в одевантном режиме, не ели прогрессирующий дальнейший рост опухолевых очагов. Таким образом, что представил себе отбор пациентов? Первое – это тактика лечения. Всегда нужно оценить, может ли быть полная цитридрукция. И важно оценить прогноз течения заболевания. По-прежнему это два вопроса, которые сами по себе остаются вопросами. Нам нужно понимать четко биологию все-таки опухолев. Как определить нам нужную группу пациентов, которые все-таки могут иметь выигрышный вариант от проведения хирургического лечения, как этапа лечения таких пациентов. И, конечно, точная передача информации о возможных рисках, выгодах, целях операции и ожидаемых результатах для пациента. Ну и в заключение хочется сказать, что хирургическое лечение можно получить новую дистанцию в лечении статической меланомы, когда в какой-то момент мы фактически отказались от этой опции как таково, переведя ее в диагностическую процедуру. Хирургия может приостановить лечение, которое могло быть токсичным или чрезвычайно дорогим в случае достижения полной цитридрукции, выполняемого оперативно вмешательства. Спасибо.